Хочется делать замечания людям, говорить, как они неправильно мыслят, еле сдерживаюсь. Это просто момент вашей перестройки, он потом пройдет. Это естественное желание, знаете, как и с питанием. Когда ты начинаешь по-другому питаться, например, ты хочешь всем рассказать, и твоя семья начинает тебя ненавидеть, и все твои близкие тебя ненавидят, и тебя никуда не хотят звать, потому что ты превращаешься в зануду. Помните о том, что самое главное правило, да, Зеланда, которое мне очень нравится, «Позволь себе быть собой, а другому быть другим». Другие люди не обязаны быть такими, какими являетесь вы. Это ваш выбор. Вот вам же не нравится, когда вам другие начинают рассказывать, что вам делать, как вам жить, идет вам это или не идет, спать вам с этим или не спать, увольняться или еще что-то. Если вам это нравится, то вы ребенок, вы просто человек, который еще не вырос и пытается ответственно спихнуть на кого-то другого. Если вам не нравится, то почему вы решаете, что вот то, что вы думаете правильно, а то, что они думают неправильно, то, что вы думаете правильно, это правильно для вас, потому что вы созрели сейчас, вы проснулись, вы готовы пройти этот жизненный этап, а эти люди не готовы, понимаете? Если вам сейчас дать нам какую-то другую информацию, вы сейчас тоже скажете, бред, все бред, а для кого-то это будет уже не бредом, потому что люди уже прошли туда. Это история про разных людей, история про разный уровень сознания, не история про плохих или хороших, нет. И эта история про ваш выбор. Вы имеете право выбирать, с кем вам дружить, с кем вам общаться сегодня, куда вам идти. Многие как хотят, ничего не менять, не менять свое окружение вместе с ними и двигаться, вот я не хочу терять этих людей. Но это естественный процесс, что когда ты на эскалаторе поехал вверх, кто-то останется внизу, если он не захочет встать на этот эскалатор. Ты будешь идиотом, если ты будешь людей тащить и говорить, да, они вниз едут, а вы их такие, нет, тебе надо наверх. Ну, вас кто-то потащит вниз, например, вы скажете, мне туда не надо. Поэтому соображайте, оставляйте людей в покое. Каждый из нас приходит тогда, когда он готов куда-то прийти, и все. Я, например, не воспринимаю йогу от слова совсем. Я несколько раз пробовала, мне вообще не заходит йога, это вообще не для меня. Но я не исключаю, что я вам через полгода скажу, блин, йога офигенная вещь, и буду ее практиковать со всеми. То есть это не значит, что это плохо, это просто значит, что я для меня сегодня это непонятно. Для меня было раньше так непонятно с медитациями, еще с какими-то вещами. Мы по-разному реагируем, воспринимаем мир в разные периоды, мы переживаем разный опыт, успокойтесь, мы все разные. Поэтому кому-то резонирует то, что я говорю, да, когда вас это притягивает, кому-то не резонирует это. И человек не понимает, для кого-то это жесткий бред. Нормально. Я говорю только для тех, кто меня готов услышать. У меня нету задачи кого-то там переубедить. Мне иногда говорят, докажите моему мужу. Да, господи, ну что мне ему доказать? Ничего не хочу никому доказывать. Йогу с головы стоит начинать, тоже не воспринимаю. Да, наверное, наверное. Есть очень много всего разного в мире. И если человек находит то, что ему по душе, то это же тоже прекрасно, понимаете? Ну не тоже, это вообще в принципе прекрасно. Тут самое главное, чтобы ты ощущал себя вот этим счастливым человеком, чтобы тебе было хорошо, гармонично. Вот и все. На данный период времени мы меняемся. Мы за жизнь проживаем с вами огромное количество других жизней. Вы это тоже должны осознавать. Точно так же, как люди. Почему мы с кем-то разводимся, а с кем-то сходимся, с кем-то бы никогда не общались, а потом начинаем дружить, а потом наоборот не дружим с этим человеком, а он нам кажется абсолютно чужим. Мы проживаем разные жизни в одной. И это круто, потому что я не представляю, насколько скучно проживать одну жизнь. Недавно моя мама, моя мама просто, история из жизни моей мамы, моя мама дружит с подружками со школы. Вот такие вот у нее отношения. Очень много людей. И вдруг она недавно мне приходит и говорит, что она рассталась с одной из подружек. Я больше, я спрашиваю ее, как дела? Ну, сериал, у меня называется это «Маминский сериал». И мама говорит, мы больше не общаемся. Я такая, мама, прости, но это пиздос как интересно. Давай, рассказывай. Это мне прям страшно интересно. Сколько лет вы дружили? Я не помню, там, 40 с чем-то лет они дружили. Там не со школы, а с работы первой. И мама мне рассказывает и говорит мне, ты знаешь, мне с ней вообще не интересно, мы разные люди. Она мне стала очень сильно завидовать. У моей мамы сейчас новая личная жизнь, поэтому причин для зависти ее полно. И она мне такое рассказывает. И я говорю, мама, это успех. Я никогда от тебя не ожидала, что ты будешь менять, ты гордилась этим. Она говорит, мы разные люди. Я говорю, мамуль, ну ты наконец-то погнала дальше на своем эскалаторе. Моя мама сейчас живет в другом городе. Большую часть времени она живет в Одессе. И она очень счастлива. Она говорит, у меня там такие замечательные подружки. И, в общем, мне там так хорошо и прекрасно. Поэтому все меняется. Даже если у моей мамы поменялось, то поверьте, у моей мамы еще тот консерватор. Вот. Так, ну что, будем заканчивать. У меня сейчас время идти забирать своих любимых детей, бальников, везти по домам. Так, ваша мама проходила? Нет, моя мама не проходила рерайтер. Вообще, мне кажется, что это не очень хорошая идея. Когда мама, ну знаете, мама, она тебя все равно воспринимает, ну, как своего, как ребенка. Мама смотрит иногда мои прямые эфиры, я знаю. Вот. Мама даже ходила на мои медитации. Она говорит, что ей нравится медитировать. Но я ни в коем случае никогда маму никуда не потащу. Если мама придет на рерайтер, то мама купит рерайтер и придет на него. По-другому это не сработает. Если я скажу, мам, давай ты будешь меня слушать, это не сработает. Но если моей маме этот рерайтер нужен, если она будет к этому готова, я думаю, что мы ее где-то в группе когда-нибудь увидим. Если не готова, то и не надо. И не надо. Продолжение следует...